Вы знаете, недавно Франк Стелл, его была большая выставка, он сказал, что если вы не романтик, вам не надо заниматься искусством. Но, скорее всего, это ответ на мой случай. Я эмигрировал в Америку в 1975 году. Намерением моим, несомненно, было то обстоятельство, что я видел, что в том ключе, в котором я стал развиваться как художник, возможно, у меня будут административные, возможно, идеологические, возможно, карьерные сложности. Потому что начинал я после окончания института как... Мои первые разработки были художник как поп-арт, то есть это явно уже носило не местный социальный характер. И потом, после знакомства, я давно знакомый с Комарой Меламедой, или возможности участия проекта, я уже стал реально думать, что я не смогу эти работы выполнять в тех условиях, в которых я в то время был. И у меня был шанс уехать, получить разрешение на выезд в Израиль. Я им воспользовался, но я не поехал в Израиль, я поехал в Соединенные Штаты, приехал в город Нью-Йорк, и только с тех пор я живу в городе Нью-Йорке. Конечно, это все были романтические ощущения, ожидания. Но главное, конечно, была для меня необходимость развиваться как художнику. И именно американское искусство в то время меня наиболее возбуждало, оно импонировало, оно мне подходило. Это началось еще с моего первого знакомства с художниками поп-арта. И в дальнейшем, несомненно, моя привязанность к творчеству, в частности, Энди Уорхол или поп-арт, именно в таком ключе меня устраивала. И я хотел именно в Нью-Йорке развиваться именно в той среде. Наверное, это было правильное время и место, как всегда говорят, для успешного приземления. И я считаю, что я реализовался как художник именно в том аспекте или в том, что ли, сегменте, которым я рассчитывал и которым я имею место быть и сегодня. Когда люди приезжают, абсолютно незнакомые культуры или незнакомые пространства, первые, конечно, годы уходят просто буквально на физическое или физиологическое освоение той среды. И у меня ушло, наверное, около пяти лет приспособления к языку, освоение вот той визуальной культуры, которая была вокруг. И эти пять лет были довольно глухие в моем творчестве, они были как бы повторения самого себя. Но вот в 80-е годы я стал делать серию работ, которые для меня оказались очень важными. И наиболее, что ли, судьбоносной работой оказалась именно работа Ленин Кока-Кола, которая сразу вызвала какой-то резонанс. Во-первых, она меня устраивала, а потом она понравилась окружающим меня людям или художникам. И, в общем, у нее началась работа вокруг этого проекта. Одновременно, значит, в 80-е годы я сделал как бы первый дизайн. Не было фотошопа, не было компьютеров. Значит, это буквально делалось на зироксе, вручную вырезалось, вклеивалось, распечатывалось уже в цветном формате. Но я сразу как бы видел этот проект как экстерьерный, что ли, монтаж или билборд. То есть для меня была важна интерактивная среда именно. И я видел его как билборд или как реклама, которая должна отвечать на тот призыв, который в этом дизайне находился. То есть Ленин, который... Я поменял авторство, не Кока-Кола, а сам Ленин говорил, как это? Это реал финг. И так совпало, что... Я тогда был участник группы Казимир Пэшн. Это участники этой группы были Дрючин, Виктор Тупицын, Маргарита Тупицына, Владимир Урбан, я и даже моя жена участвовала в то время. И нам посчастливилось сделать несколько таких выступлений интересных. И Китчин, очень известный перформанс-центр, который находился в то время в Сохо, по-моему, на Мерсер-стрит, я могу ошибаться, или Гранд-стрит. Они предложили нам сделать большой полномасштабный перформанс, который мы осуществили. И рекламу для этого перформанса мы выбрали вот этот постер «Ленин Кока-Кола из Срил Финг», где внизу указывалось место и время проведения этого перформанса. И этот плакатик был расклеен во многих частях Сохо в то время, до очень грязного района, полного крыс и мусора. Так что это очень было красивое сочетание. И вслед за этим перформансом я получил звонок от представителя компании «Кока-Кола», как позже выяснилось. Сначала он был любителем искусства. Вот имя я его до сих пор сейчас не помню, оно у меня отражено в документах. И он пришел ко мне, мы мило беседовали, я им показывал то, чем я занимаюсь. И через некоторое время он сказал, что вообще я представляю компанию «Кока-Кола» и здесь имеет место нарушение трейд-марка, собственности «Кока-Колы» и ее лого, которые я без разрешения использовал. И это могут быть для меня неблагоприятные последствия. Моя реакция была... Это смесь в определенном смысле страха, в определенном смысле неопределенности. И, конечно, в каком-то смысле в творческой депрессии, несомненно. Через некоторое время я получил письмо от главного лояра от компании «Кока-Кола» с слога «Кока-Кола» и все прочее. На шикарном фирменном листе было написано, что я должен прекратить мою художественную так называемую активность и подписать документы, что я больше никогда не буду использовать ни «Кока-Колу», ни «Фанту», ни другие прилегающие содовые напитки, которые изготавляют «Кока-Кола». Они хотели обезопасить себя на все случаи жизни. Интересно и забавно как компания «Кока-Кола» собирает материалы или собирает что-ли информацию о некоторых утечках своей собственности, в частности, лого своей компании. Проблема, с которой я столкнулся с Тим Ханок, была, что он… Во-первых, я не был избалованным вниманием как художник, прежде всего. Когда какой-то американец интересуется моим творчеством, это было для меня было, как любой художник, несущий в себе нарциссические черты, я был вполне удовлетворен. Я стал потихоньку приходить в себя, стал обращаться, по-моему, к одному лойеру, к другому, но ответ был довольно неутешительный, потому что мне было сказано, что компания «Кока-Кола» очень серьезно заботится о своем лого, о своем имидже, и здесь придется судиться с крупнейшей компанией, с самой могучей компанией, есть ли у меня ресурсы вступить в эту борьбу. конечно, этот сюжет достойный, в данном случае, дюжина Маковеева, потому что, если бы этот сюжет попал к дюжину, он, несомненно, включил бы это в собственный кинофильм. Но так работают капиталистические меры. И следующий сегмент этой истории был, что я обратился в галерею Фелдмана, к Рону Фелдману. Он работал в это время с художниками Комар и Меламедом. И просто в одной из встреч я рассказал ему о том, что произошло со мной, и спросил его совета. И он тут же порекомендовал мне адвоката. Его звали Джерри Розен. Его специализация была защитой художников. Джерри Розен был, как я уже потом выяснил, он был защитником Криса Бёрдена. И во время его легендарной истории, когда он выстрелил в самолет пассажирский где-то в Лос-Анджелесе. Это очень серьезный, конечно, из пистолета. Просто пистолет это была форма искусства для Криса Бёрдена. Он стрелял в себя. Он стрелял, по-моему, многократно какие-то у него были акции с выстрелами. Но FBI по этому случаю арестовала его, взяла его в наручники. Он, по-моему, был под стражей. Я не знаю, все истории этого дела. Но Джерри Розен был тот человек, который реально мне мог помочь. И вот я подписал документ, что я по всем вопросам этого дела обращаю к Джеру Розену. Он представлен как раз в моей документации по делу Кока-Колы. И Джерри Розен написал письмо, в котором главный его аргумент был, что это художественное произведение, что Александр Косолапов использовал в данном случае лого Кока-Кола как на Западе есть такая форма public domain, как общественная собственность. То есть, когда любое произведение попадает в некое социальное пространство, оно в нем участвует, и оно никак не выделено в этом случае, оно является частью нашего коллективного что ли пользования. И в качестве примера он приводил таких авторов, которые пользовались лого компании Кока-Кола, как Джаспер Джорс, как Инди Уорхол, ну и как еще ряд известных попартийских художников. и в данном случае он считает, что нарушение не произошло. Надо отметить, что соц.арт как движение или как художественное направление, оно соотносит себя, конечно, с социальным пространством. То есть, оно интегрирует себя в поле лозунгов, рекламы, в некое коллективное поле сознания, социального сознания. Была некоторая, так сказать, в дальнейшем продолжавшаяся переписка между адвокатами и адвокаты компании Кока-Колы выразили в данном случае несогласие с позиции Джерри Розена. Они сказали, что дизайн Александра Косолапова выглядит для клиентов или для потребителей напитков компании Кока-Колы как то, что в данном случае в логике этого дизайна, что Кока-Кола поддерживает коммунизм, то есть в лице Ленина. Конечно, это был достаточно смехотворный аргумент, никто никого реально не поддерживал. Надо сказать, что в это время была холодная война и в полном объеме к власти пришел Роналд Регон и ситуация была очень напряженной между Россией и Советским Союзом и Америкой. Сидит бедный художник, иммигрант с плохим английским, думает, что он как бы и вдруг приходит такой монстр, гигант. Вы знаете, оборот, бюджет компании Кока-Колы больше, по-моему, чем в сумме все африканские страны. Это вот я как-то читал, это реально капиталистический монстр приходит к какому-то бедному изображению. Маленький пигмей и огромный голиаф приходит и грозит ему пальцем. Ты смотри, Биг Бразер, но это уже Биг Бразер не коммунистический Биг Бразер, а капиталистический Биг Бразер. Это очень комично. Как я сейчас вижу, сквозь призму этих лет, 20 лет, 35 лет, это очень комично. На самого себя смотреть, комично в этой ситуации. Именно этот факт, именно Джерри Розен, как адвокат Криса Бёрдена, как столкновение с компанией Кока-Колы, как конфронтация, как обмен, как обмен идеями, обмен мнениями, утвердил меня в факте абсолютной свободы в Америке художественного акта. Потому что Кока-Кола чувствовала, что в моем дизайне они поддерживают коммунизм, для потребителя могло казаться это реальным фактом. Но Крис Бёрден же делал значительно хуже, он стрелял в самолет, его тоже освободили. То есть степень ненаказуемости художника как творца на Западе проявляется в таком феноменально широком аспекте, что я, конечно, быстро это усвоил, а относительно пятилетнего плана это, конечно, иронично. Это игра в коммунизм, это игра в социализм, игра в пятилетний план. Просто я имел перспективу дальше продолжать работать с этим дизайном, и я назвал это пятилетним планом. И я также хотел иметь возможность осуществить в качестве билборда где-либо, возможно, не на таймсквер, а, возможно, в каких-то альтернативных местах. Но это была художественная игра, это было продолжение перформанса в данном случае. Когда мне перестало что-то угрожать со стороны компании Coca-Cola, то я решил как бы раздвинуть вот эти социальные рамки участия этого дизайна. И я предпринял некоторые усилия по созданию открытки, были также сделаны майки, тишотки с этой эмблемой. И как ни странно, это имело резонанс еще в некоторых других формах. В общем, однажды я получаю звонок от очень известного и очень мной любимого режиссера в то время Югославского еще это было, он был Дюжина Макавеева, это было до распада Югославии. И он попросил меня разрешение использовать в своем фильме, в частности, открытку Ленина Кока-колы. Он создал фильм, который назывался «Ребенок Кока-колы». Она повествовала об одном предпринимателе и молодом бизнесмене, который едет в Австралию и который оставляет девушку в Америке и он с ней обменивается своими письмами. И вот однажды он получает какое-то любовное письмо, он переворачивает это открытка Ленина Кока-колы. Я решил не останавливаться и делать какие-то параллельные что ли, не объекты, а что ли, материалы в связи с этим проектом. И вот один из таких для меня было место, где мне хотелось бы этот свой дизайн увидеть вживую, это был Тайм-сквер. В то время Тайм-сквер был, конечно, центр театральной жизни, там было большое количество отелей, ресторанов. И, конечно, знаменит тем, что по ночам это было совершенно уникальное светящееся пространство, которое все было увешано всевозможными рекламами, конечно, удивительными в то время. Я даже помню, что какая-то фирма сигарет даже была с дымом. Герой курил сигарету, из его рта вытекали струйки дыма. То есть все это было в достаточно мощном объеме. И там была знаменитая реклама Кока-колы, самой Кока-колы светящейся. Под ней был размещен Кастро, но не Фидель Кастро, а Кастро однофамилец, который продавал конвертерные постели или матрасы. В общем, зона активного участия в бизнесе, искусство и все прочее. И я сделал дизайн, в котором фотографию этой рекламы Кока-колы я поместил Ленин Кока-колы как раз в это пространство Таймс-сквера. И в то время арт паблик фонд занимался программами. Они организовали бегущую строку или какое-то подобие экрана на противоположной стороне от Кока-колы на юге площади Саут, где приглашались художники. Там был выставлен как-то Кит Хейринг. Я помню, там была Дженни Холцер выставила свою надпись. По-моему, еще кто-то участвовал. Ну, в общем, как раз я хотел, чтобы в каком-то из этих пространств возможно получить разрешение на экспозицию моего дизайна. В общем, все это было очень мило. Я посылал им документы и я вступил с ними в переписку и даже в устные беседы. В общем, мне они ответили отказом, хотя сказали, что им нравится эта концепция и идея, но они не могут ее реально осуществить, потому что главным спонсором их проекта является компания Coca-Cola. В данном случае они просто не хотят себя поставить в сложные условия, отстаивая проект, который они публично судят. Затем интересная была ситуация, потому что я был в то время редактором журнала «А я», и я поехал как-то в Париж, был у Игоря Шелковского, и он издавал открытки русских художников, посвященные журналу «А я», целую серию, и там был Булатов и Кабаков, ну, все видные художники того времени, Чуйков и так далее. и он предложил мне издать эту открытку. И вот журнала «А я» выпустил открытку «Ленин Кока-Кола», который я привез в город Нью-Йорк и дарил своим друзьям, и даже в Сохо был маленький магазин, он тогда назывался «Посткартс», исключительно посвященный открыткам по искусству, и они у меня приобрели даже какую-то серию этих открыток, которая успешно расходилась. Мой очень известный журналист, он до сих пор ведет телевизионный ньюс в Нью-Йоркской программе, Владимир Козловский, он подарил эту открытку Ричарду Пайпсу. Ричард Пайпс известный советолог и историк России, профессор Колумбии или какого-то очень крупнейшего института, и Реган пригласил его быть консультантом по России. В общем, он был советником Регана, и он принес эту открытку в Белый дом. Так что эта открытка оказалась даже в данном случае овервелминг, даже превосходящее все мои ожидания, что она оказалась на столе президента Соединенных Штатов и имела какой-то резонанс какого-то рода в игре холодной войны между двумя сверхдержавами Америкой и Россией. То есть в каком-то смысле она также сыграла свою роль в дальнейшем ходе истории, как я смею предположить. Я пытался участвовать в каких-то других публичных проектах, но в Америке мне не удалось осуществить в данном случае публично выставить свое произведение. И в дальнейшем это уже было в начале после перестройки, в начале 90-х годов. Я тогда сотрудничал с Александром Боровским, с Русским музеем и в общем они от себя также имели шанс предложить компании Кока-Кола сделать где-то или в Москве или в Петербурге подобный дизайн. У нас сохранилась даже переписка с президентом компании Кока-Кола русского филиала уже. Но это также не осуществилось, потому что у них нет материальных средств для осуществления этого проекта. Да, был такой факт. Кезимир Пешен устраивал перформанс в китчен и вот в том же постере было сказано, что коммунистический конгресс в китчен, то есть на кухне, как китчен в китчен. Само по себе это было... Мы явно хотели на иронический смысл коммунистический конгресс на кухне. Но точно так же как представитель компании Кока-Колы FBI точно так же очень серьезно относилась ко всем выпадам или проявлению русской культуры в Нью-Йорке. Конечно, точно так же как представитель компании Кока-Колы они не могли пройти мимо и они позвонили в китчен и выясняли, что это за конгресс и какие это... насколько это серьезный конгресс и те, конечно, объяснили, что это русские художники, которые занимаются политикал-арт и у них есть целое движение соц. арт или... для них это платформа и все, конечно, в художественном смысле, в ироническом смысле, ни в коем случае они не являются членами Коммунистической партии Америки и все прочее. И... Ну вот это сам по себе интересный факт. Это интересно, на мой взгляд, еще тем, что американская культура, конечно, влияние Холодной войны, но они абсолютно не были приучены к символике или к иконографии, советской иконографии того времени. И в данном случае, когда вот эти создававшиеся в то время выставки, вот, выставки Комар-Меламеда, потом была крупная выставка в Нью-Мюзеуме, Маргарита Тупицына сделала свою первую выставку соц. арта и отдельные выступления уже в частных галереях. Вот это было первое, как бы, крещение американской публики символикой коммунистической или Советского Союза. Это вот налицо факты. как я могу даже констатировать, это удивительно было, как бы, невключенность в интернациональное поле, вот, американской публики, в культурное поле. Но это был период холодной войны, так что это вполне понятно. Почему ленинг кока-кола сложилась вот как символ эпохи или символ века, как я назвал символов сенчери, как я назвал эту работу. Вы знаете, мне кажется, что я затронул очень интересный нерв в этой работе, потому что, может быть, намерен, может, случайно, может быть, это вышло как бы из моего подсознания, что действительно эти были две очень точные характеристики, две точные иконы выбраны и совмещены в этом, в этой картине, это кока-кола, это мировая компания, по сути дела являющийся символ, конечно, Америки, в своем роде, я могу дальше раскрыть скобки, и Ленин, поскольку он являлся, конечно, символом коммунистического движения. И в ряде этого проекта выяснилось, поскольку реакция на этот дизайн была очень яркая и очень сильная, она до сих пор работает, в частности, когда произошел распад СССР, конвертация экономики произошла, и все прочее. В общем, чуть ли не до последнего времени, вот я недавно, что в Гонконге какая-то китайская фирма изготавляет магнитные магниты на холодильнике или бытовые магниты, которые просто заимствовали вот этот дизайн Ленин Кок-Кол. То есть распространение этого дизайна оказалось невероятно широким, потому что я видел эту открытку уже нелегально распространяющую, и во многих городах мира и все прочее. Я могу найти объяснение характера этого, потому что скорее всего восток и запад являются сознанием и подсознанием друг друга. Просто для Америки Россия является ее альтер-эго или ее каким-то мерцающим кошмарным видением. Точно так же для России его кошмарным мерцающим видением таким ночным сумеречным является Америка. И вот они в каком-то смысле до сих пор друг друга дополняют. Очень смешно, я живу сейчас на Ленинском проспекте, когда я вижу такие явления, Рио, Ленинский, или там очень часто берется та или иная символика, они совмещаются друг к другу в каких-то формах смысла образованиях. Барвиха Хиилс. В общем, последние десятилетия настолько вопиющие их подсознательное или какое-то либидальное фиксирование этих двух форм России-Америки, Ленина и Кока-Колы, он происходит символически, постоянный, я думаю, что накал его не остывает, я думаю, что будет еще десятилетие продолжаться, скорее всего. Есть формула такой, время и место. Место мы имеем, до сих пор есть Америка и Россия, но время, конечно, изменилось, хотя существует некий обратный цикл возврат в эпоху Холодной войны или нового мироощущения, что ли, но я просто хотел дополнить еще, я не знаю, как сегодня это может быть, возможно, этот артефакт работает уже самостоятельно, потому что есть такая теория, что проекты или объекты художника живут уже самостоятельной жизнью, они вышли из мастерской, у них собственная жизнь. В этом смысле вот этот артефакт Ленин и Кока-Кола живет свою жизнь хотя бы уже возможно на кухнях каких-то людей, которые ради смеха прикрепили этот магнитик к себе в кабинет или на кухню или в какие-то личные пространства. Но у меня был другой опыт, я сделал дизайн Мак-Ленинс, потому что когда я стал в 90-е годы возвращаться в Россию, то я понял, что реклама Макдоналдс в данном случае она тоже не апеллирует, она не может быть понята русским потребителем, потому что нужно в каком-то смысле связать с тем моим пониманием и подсознанием, которое существует. И в то время я сделал два дизайна, я сделал Мак-Ленинс, потому что понимал, Макдоналдс или вот эта котлета непонятна и в русском сознании Доналдс не реализуется. И вот реально Мак-Ленинс оказался тоже очень популярной иконой, арт-иконой, потому что весь Арбат печатал майки, потом по-моему это целая эпоха, мне мои немецкие друзья присылали эти фотографии уже из Берлина из очень многих мест, где был как бы переход вот именно этой эпохи от Холодной войны в коллективное что ли капиталистическое пространство и люди уже осуществляли это была символика перестроечного периода в данном случае не Ленин Кококола а вот Мак-Ленинс оказался в такой позиции. Оно читается как бы в двух смыслах это как мы не можем оторваться от уорхоловского Кэмпбелл-супа или мы не можем просто есть вещи которые занимают собой пространство они занимают сегмент философии которые мы апроприировали которые уже являются частицей нашего сознания или подсознания или мировоззрения вот я в частности сравниваю как Кэмпбелл-суп в данном случае так что я просто считаю что Ленин Кока-Кола является тоже частью мировоззрения уже западного блока и как они осмысливают период коммунистического искусства вот именно в таком сегменте это кстати доказывает на мой взгляд выставка вот которая произошла в Саачи несколько лет назад пост поп-арк и мои работы выставлял с Лениным Кока-Колой рядом с китайским художником имя которое я постоянно забываю и которое является в каком-то смысле моим последователем потому что он употреблял уже китайские политические плакаты маоиски и где инкорпорируется и Кока-Кола и Бенеттон и так далее и так далее то есть формула формула идеологическая икона поскольку восточный блок производил не товары а идеологию и капиталистический блок который производил идеологию в виде товаров вот то есть эта формула получила уже некоторую корреспонденцию не только в русском регионе она получила некую интернациональный отзыв и даже более того я несколько лет назад был в Москве у меня был звонок и сказал что один китайский куратор хочет и критик хочет со мной встретиться и я с ним встретился мы мило сидели я даже не знал кто он такой потому что я к сожалению плохо запоминаю имена и потом я увидел книгу в Нью-Йорке в Гугенхайме начало китайского нового художественного движения и оказалось что это критик вот именно и есть создатель нового китайского художественного движения поэтому когда он был в Москве ему было интересно что может быть он может встретиться с Косолаповым в данном случае это тоже можно отнести как раз к программе Ленин Кока-Кола потому что несомненно я известен в Китае именно тоже как создатель вот такой иконографии политической капиталистической иконографии относительно Ленин Кока-Колы это просто она это эта работа она просто напрямую связана с социартом и поскольку социарт вошел в словари и в в дикшен или в художественный словарь уже современного искусства то Ленин Кока-Кола эта работа является просто символической для для периода конца 20 века именно символ русского искусства или искусства восточного блока именно коммунистического региона вот я думаю что такая роль тоже есть имеет место быть и наивность понимаете человек приехал в свободный мир вот у меня же есть я же рассказываю иностранцам я рассказываю а почему вы делаете вот Микки Маус Ленин вот почему вы делаете Ленин Кока-Колу почему вы делаете Малевич Мальбор я рассказываю что я чувствую себя как герой Чарли Чаплина в известном фильме который движется по границе и он то поворачивает в Мексику но там мексиканский бандитов он боится потом сворачивает в Америку но здесь он боится шерифа это блестящая метафора он все время бежит зигзагами и вот я говорю что путь художника в частности русского который занимается в данном случае политикал арт или теми формами искусства это действительно я чувствую себя героем Чарли Чаплина потому что тут так или иначе я в как бы стою или в пленную экзотициальную ситуацию то комическую то трагическую то еще какую-то и это действительно реально